всем привет ребятушки какое-то время назад мне youtube порекомендовал к просмотру некий видеоролик в котором человек это канал англоязычный скажу сразу в общем в котором автор канала рассказывал о различных медиа носителях которые вообще существовали сначала 19 века до по наше время то есть там за сотню всяких носителей вы понимаете кассеты пластинки вы знаете да а какие были еще носители информации в общем я решился попробовать в качестве эксперимента озвучить этот видеоролик на русский язык что получилось у меня плане озвучки не моего контента то есть это контент другого канала название канала естественно будет видеоролики захотите перейдете посмотрите в оригинале с тех пор как человек открыл письменный язык мы стали находить все более и более эффективные способы хранения информации на разных типах носителей в этом выпуске я собираюсь показать вам целую кучу редких и причудливых медиа для хранения информации их будет очень много поэтому я не буду тратить много времени на каждом конкретном носите я разделил их на три разные категории например будет категория механические носители это носители которые требуют чтобы что-то физически касалась и двигалась чтобы считать с них информацию также я собираюсь рассмотреть магнитные носители которые конечно же работают с магнитами чтобы считывать или записывать на них информацию а затем я перейду к оптическим носителям где обычно используется лазер и в этом видео я вам не буду рассказывать о современных флеш накопителях ну или жестких дисках компьютеров и так механические носители начну с одного из старейших типов носителей этот цилиндр эдисона это не совсем оригинальный восковой цилиндр который вы видите это немного более новая конструкция сделана из пластика и вероятно она была сделана в начале 20 века это значит что этому носителю не более 100 лет эти цилиндры вмещают около четырех минут аудио записи внутри толстый картон или какое-то дерево очевидно покрытый воском а теперь кое-что более современное это длинная пластинка с микро канавками это был своего рода революционным продуктом того времени так как вмещал более 20 минут аудио записи а вот кое-что интересное это трехканальный стереофонический звук высокого качества от motorola и не совсем понимаю как это работает но думаю вам нужен специальный проигрыватель от motorola чтобы иметь возможность его проиграть а сейчас вы видите кое-что более ранее более редкая так называемая запись виктрола пластиночка которая штамповалась только с одной стороны ими в думай информация записывать только с одной стороны мало кого такие а это алмазный диск эдисона ну что-то вроде предыдущей пластинки но несколько по иному принципу все это дело работала где-то опять же начало двадцатого века 1912 год ну или около того кстати вот вам для сравнения это 16 дюймовый диск а это 12-дюймовый диск понятное дело что на 16-дюймовую пластинку можно было много написать музыки и соответственно очень долго многие радиостанции использовали именно такой вот винил с него кто помнит такие потом появились такие вот перфоленты уже они перфокарты и все это предназначает для записи информации а вот вам еще один источник записи информации это эдакая гибкая дискета называлась флоппером содержалась конкретно сейчас вы увидели компьютерный журнал напечатан в 1978 году и скорее все программы записаны на этом флопе предназначались для компьютеров apple 2 кто помнит компьютеры zx spectrum принцип записей программ такой же только на пластинке а теперь переходим к магнитным медиа носителям сначала посмотрите на дискетку на 8 дюймов а это две коробочки дискет на 5 четверти дюймов и сейчас мы их вскроем и посмотрим как они выглядят изнутри я не знаю какого они объема то есть сколько вмещали информации но знаю что на аукционах подобные 8-дюймовые дискеты стоят 50 баксов следующая дискетки которые вскроем это 3-мовские дискеты 5-дюймового размера ну на них написано какая у них была емкость 500 килобайт всего лишь следующая это тоже самое в принципе что и предыдущая дискета просто другого производителя видите выглядит одинаково а вот внутри подобные дискетки все-таки отличались отличались немножко по принципу записи считывания информации на первом было всего одно отверстие а здесь несколько отверстий на диске с множеством отверстий как-то отличался принцип считывания информации по секторам а вот вам дискетка производства apple которые выпускались для оригинального компьютера apple начала восьмидесятых годов apple лиса такие диски еще иногда называли twiggy и очевидно это название было из-за того что считывалась информация с двух сторон видите там сверху и снизу вот он сравнение с обычной дискеткой а вот вам прототип дискеты от IBM называлась дэми дискета но если не ошибаюсь они никогда в продажу не поступали вот еще одна дискета размером три с четвертью дюйма которая была выпущена чтобы конкурировать с обычными 3,5 дюймовыми дискетами от sony но почему-то популярности не снискала и никто их не покупал это дискета выглядит очень забавно и необычно по сравнению со всеми остальными непонятно кто их делал для чего не выпускались вот сравнение с обычной 3,5 дюймовый дискеткой а вот диск тик тоже это маленький редкая дискетка непонятно на каких устройствах она использовалась и опять же она была меньше чем обычные 3,5 дюймовые дискеты это жесткая дискетка от amsoft cf2 и она действительно жесткая то есть внутри не мягкий пластик с нанесенным магнитным слоем а именно кусок жесткого пластика типа как компакт-дисках насколько я понимаю но опять же популярности эта дискетка не снискала еще одна конструкция наподобие предыдущей внутри действительно жесткий диск размером с 3,5 дюймовым дискету и опять же непонятно где и кем они использовались устройств для чтения подобной конструкции ни разу не видел а а вот кое-что покруче предыдущих эти 2 дюймовые дискеты использовались для хранения одиночных видео кадров в формате ntsc то есть там 50 строк и на них помещались полноценные 25 фото кадров к примеру от эндоскопов или какого-либо промышленного оборудования требующего фотографии используясь камерами sony mavic а это еще одна дискетка которая опять же не завоевала рынок на эту дискету помещалась всего лишь 793 килобайта данных а вот вам дискетка и ти конкурент и омега zip диск размером сто сорок четыре мегабайта что является в то раз больше чем на обычную 3 дюймову дискету при тех же размерах а это собственно те самые конкуренты и омега zip диск на 250 мегабайт соответственно и второй ls-120 назывался то есть дискетка размером на 120 мегабайт данных размером с обычную опять же церковь на дюймовую дискету zip диски кстати были разных размеров но потом они как-то так быстро закончились их убил обычный сиди диск это еще один очень разрекламированный в те времена но не удавшийся формат записи данных это так называемый и омега клик диск но помещалось где-то 40 мегабайт данных вышел в конце 90-х годов по понятной причине был побежден обычными сиди дисками или флеш памятью которая в те времена начала массово дешеветь кто помнит флешки на 32 или 64 мегабайта ставьте лайк вверх